Добрый день дорогие друзья! Приглашаю вас в гости в одну семью, которая переехала в наш город еще летом прошлого года. Приехала из другой страны. Узнаем как у них дела, как они обустроились, что у них с работой. В общем, задам те вопросы, ответы на которые многих из вас интересуют. Оставайтесь с нами, будет интересно. Субтитры делал DimaTorzok Елена, Самвел, как вы поняли, переехали к нам с Арменией. Уже, наверное, полгода здесь, в Воронеже, живете? Почти, пять месяцев. Вот в январе в конце будет уже полгода. Елена, самый-самый-самый, конечно, главный вопрос. Тяжело, наверное, было все бросить в одночасье и все в корне поменять. Поменять всю свою жизнь, переехать вообще в другой город, в другую страну. С какими сложностями пришлось столкнуться? Ну, можно сказать, что сложности, конечно, были. Что касается того, чтобы бросить и переехать, это зависит от того, насколько человек настроен переехать. Действительно ли у него есть в планах постоянное проживание в данном городе или нет. Ну и зависит от того, какие планы дальнейшие у него. В начале сложность была в том, что мы не знали, куда мы едем. Практически мы по программе переселения нам предложили Воронеж. Как таковой Воронеж сам мы не знали. Поэтому мы решили вначале пробно, вначале, когда мы приехали, просто ознакомиться с городом, посмотреть, устроит нас он или нет, а потом уже решить, действительно это наше или нет. Вот сложность была именно в этом. А потом уже, когда определили, что нет, климат нам подходит, вроде как неплохо. Ну, видимо, нам предложили и по климату тоже, из-за климата тоже. Он немножечко совпадает с нашим климатом. Правда, холоднее, но во всяком случае переносится достаточно легко. Ну и вот так вот мы решили, что лучше остаться здесь. То есть первые вопросы, которые вы сами себе задавали, да, это климат, на втором месте, наверное, работа, что будет с работой в конечном итоге, да? То есть это те вопросы, которые всегда наиболее важны для людей, кто планирует переезд в другой город. Так почему именно Воронеж? То есть вам его предложили, да, по программе переселения именно этот город? Нам по программе переселения предложили, по климатическим условиям предложили, сказали, что он вам ближе. А дальнейшие знакомства уже фактически должны были знакомиться мы сами со всем этим. То есть у вас здесь ни родственников, никого, ничего не было? Нет, абсолютно, абсолютно никого. У нас никого вообще в России нет, поэтому как с Россией мы были так особо не знакомы. Да, ездили, отдыхали, кого-то, где-то что-то, но это совершенно другое, это совершенно другое. А переезд на постоянное место жительства, это уже серьезный более вопрос, конечно же. С работой, да, вот как сложились дела у нас с работой? Давайте по-честному, да, потому что многие, я читаю наши комментарии наших подписчиков, многие после того, как мы делаем видео с людьми, кто уже переехал, пишут, что да, молодому, возможно, намного проще устроиться, да, найти себя в новом городе, в новой стране. Людям в возрасте найти нормальную, хорошую, достойную работу намного сложнее. Расскажите, с какими сложностями вам пришлось столкнуться и в конечном итоге получилось у вас, не получилось, да, найти работу, какие планы вообще? Смотрите, мы когда только переехали, ну, у нас было фактически РВП получено уже в Армении, мы должны были просто прийти и здесь получить печать РВП. Это облегчило где-то наши поиски работы, почему? Потому что уже имея РВП, легче как-то устроиться. Если работодатель знает, что он без проблем переселенца с РВП может принять на работу, то он не создает никаких проблем, он принимает. Вот так получилось с моим мужем, когда он устраивался на свою работу, так как там действительно нужен был специалист, это тоже, видимо, сыграло свою роль, его взяли буквально, можно сказать, сразу, то есть он по объявлению нашел работу, а я искала, честно говоря, ну, подольше, можно сказать, но временную легко нашла, а вот постоянную работу немножечко сложнее найти. Ну, у меня есть свои проблемы, конечно же, почему? Потому что, поскольку я медсестра, а со здравоохранением не шутят, как говорится, тут нужен сертификат. Ну, и из-за того, что нужен сертификат, это уже нужно время, чтобы его получить здесь и устроиться по специальности. Но временно, конечно, можно устроить. Топ, сказать, особо возрастные ограничения ставят? Нет. Ну, видимо, смотря для какой работы, мне так кажется. Потому что есть, видимо, специальности, которые мы просто в нашем возрасте не осилим, да, наверное. Ну, мало ли, там, знание компьютера и так далее, и некоторых программ, это все-таки с возрастом, наверное, тяжелее садится, да, в голову. Или, быть может, молодые кадры лучше это, в общем-то, осваивают. Поэтому... Самое у нас со строительством, насколько я понял, да, связано, то есть строительные специальности? Вообще-то нет, он по своей основной специальности агроном, ученый-агроном, скажем так, да, у него агрономическое образование, да. По строительству, да, у него есть диплом средней специальности, не только дары, у него есть диплом о средней специальности, он по средней специальности слесарь-сантехник, правильно я? Да, 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 это вот проводение труп, коммуникации вот этих вот, отопительных коммуникаций. Это и диплом это у него есть. Котень, неосущественные там еще как-то здесь называют? Колонки, все это, да? Да, да. Ну, насколько я знаю, некоторые сложности с поиском работы все-таки были, да? Да, конечно, да. Да. Почему были? Потому что, во-первых, и возраст, во-вторых, и здесь в основном, я вот когда смотрела по сайтам, больше нужны продавцы. Скорее, вот так смотришь, да, водители, продавцы, да, 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 водители, продавцы, менеджеры, вы правы. А вот что касается наших узких специальностей, медсестры, кстати, тоже нужны, но сертификат здесь, конечно же, и самое интересное, что сертификат узкоспециализированный нужен. Я, например, у нас там заканчивала, у меня диплом медсестры общего профиля, то есть я могу работать в любой сфере медсестрой, но здесь почему-то они отдельно требуют для стоматологии, отдельно для педиатрии. Хочу сказать, узкопрофильный сертификат требуется. Для меня это было, конечно же, открытием, но поскольку для этого нужно время и деньги, пришлось пока повременить и устроиться на другую временную работу. Ну, слава богу, нашла. Но, чтобы сказать, легко, нет, все-таки сложности были. То есть пришлось даже несколько работ, насколько я знаю, поменять, там две, наверное, да? С самого начала, честно говоря, получилось мне попасть в администратуру, поработать администратором в маленький кусочек времени. Ну, это было... И работа была прямо, насколько я знаю, недалеко от дома, прямо в шаговой доступности. Да, в шаговой доступности как раз от нашего дома. Но я знала, что они меня принимают временно. Почему? Потому что у них администратор заболел, уехала на лечение. А так как я подошла им в этот момент, как говорится, да, они меня приняли. Они мне сказали, что они меня временно принимают, что у них будет открываться новая клиника. Просто взяли мои данные. Если откроется эта клиника, то вполне возможно позвонят. Но вообще-то хотели, предложили даже, чтобы я все-таки получила сертификат и работала у них по специальности. Вот так вот. Но это уже дело времени, конечно же. Самвел у нас сейчас занимается... Самвел сейчас работает слесарем по оборудованию на ООО «Спартан». То есть это крупное предприятие достаточно? Ну, нормально. Не такой крупный, ты расскажи уже. Зарплата, насколько я знаю, не очень большая, да, но, как Елена сказала, за вас держится, за вас держится. Когда вы заикнулись насчет того, что будете искать, да, что-то? Буду искать, обязательно. Таким зарплатам невозможно жить. То есть сейчас зарплата 20 тысяч рублей? 20 тысяч – это очень мало, но обещали поднять. Но поднимать, поднимать, уже найдем. Надо бы это искать. Надо бы это искать. Потому что для Воронежа все-таки 20 тысяч – это маловато. Ну, для России мы... Ну, на мой взгляд, хотя бы, наверное, от 30 тысяч на человека, наверное. Ну, да, 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 да. Было бы достаточно комфорт, хорошо. Как раз у вас было видео, я смотрела его. При наличии своей квартиры, да, чтобы не платить там ипотеку за какую-то там, да, что-то? Да, да, да. Да, если есть своя квартира. Если вы плачете за квартиру и живете в наем, конечно, даже 30 тысяч будет мало. Это уже мало. Потому что хотя бы минимально, да, обеспечить питанием, просто питанием, уже, ну, минимум 15 тысяч нужно. Я так думаю. Ну, и транспорт, и коммунальность. Да. Это я только питание имею в виду. Это только питание. То есть, чтобы ты не ограничивал себя ни во фруктах, ни в овощах, ни вот... Мясо, рыбы. В некоторых удовольствиях, скажем так, да? А если еще люди переезжают с детьми, ну, попробуй ребенку откажи, не купи шоколадку, да? Это уже, это уже минус какой-то, да, да. Дети, да, да. Другая статьи расход. Да, пожалуйста, вот так вот. Ну, так, 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 так как мы вдвоем, у нас расходы не очень большие. Поэтому мы, в принципе, сейчас довольны пока тем, что есть. Но, конечно же, останавливаться на этом не хотим. Ну, по крайней мере, могу сказать, да, что все-таки кто ищет, тот находит, да? Я не могу сказать, что в Воронеже вообще нет работы, да? То есть, как бы, что это вообще нереально, что... Нечего здесь делать, да, в плане работы. Работа есть, да, то есть, просто нужно поискать, да, нужно постучаться в какие-то закрытые двери, да, и они обязательно откроются. Если хочешь работать, найдешь работу. Да, если хочешь, действительно хочешь. Работа, и снова всегда найдешь, да. Думаю, что так. Потому что очень часто, вот когда я иду устраиваться на работу, мне очень часто говорят, а молодые не хотят работать. Они хотят просто прийти, посидеть и уйти. Вот, а со мной спорят, что это неправда. Кстати. Ну, вот, пожалуйста. Вот это я слышала. И действительно, я согласна. Есть молодые люди, которые просто, ну, не желают. Вот, и все. В основном наше поколение легче работает. Почему? Потому что мы привыкли работать. Мы знаем, что это такое. А молодое поколение, им кажется, что... Да, пойдут, посидят, немножко там поболтают и так далее. Но это и есть работа. Хочется всего и сразу, и сразу за большие деньги, да. Как-то вот. Да, да, так. Но для этого еще надо быть хорошим специалистом. Это ж не просто так. Сейчас, тем более... Во-первых, нужно показать, а что ты конкретно сам умеешь, да, своему работодателю показать. Что ты умеешь, зачем тебе платить большие деньги, да? Да, да, да. Что ты сам стоишь. Да, да. Все правильно. Значит, по плюсам в Воронеже, да, вот какие по прошествии более чем полугода, да, в Воронеже, какие вы для себя можете отметить плюсы? Что вам здесь нравится? Потом мы перейдем к минусам, конечно, обязательно. Да. Пока хочу услышать плюсы. Ну, для меня плюсы – это климат. Мы его очень хорошо приняли. Это раз. Никаких проблем у меня с этим не было. Хорошо, нормально подошел? Да, да. В первую очередь, это потому что в нашем возрасте здоровье все-таки важно. Если климат не воспринимаешь, это уже не то. Ну, климат – это первое. Второе, что сумели найти все-таки с вашей помощью квартиру и не остались в наем. Хотя наем тоже можно сказать, что нормально. Нельзя сказать, что плохо очень. Ну, просто как человек привыкает жить, он так и живет, да. А можно жить и не по найму. Есть люди, которые живут по найму, и они довольны этим. Просто нас устроило, чтобы у нас была своя квартира. А так, трудностей с этим тоже нет, похоже. Секундочку перебью, пока мы говорим про квартиру. Очень-очень выгодно, очень дешево, хорошо взяли квартиру двухкомнатную за миллион триста девяносто. Да, да. С учетом наших услуг по поиску и подбору квартир. То есть, в общей сложности квартира обошлась миллион триста девяносто. Двухкомнатная квартира – это у нас улица Маршака, юго-западный район, советский район. То есть, место достаточно такое привлекательное, хорошие школы, детсады, торговые центры. Все рядом. Все в шаговой доступности, да, то есть, место очень шикарное. Сейчас, к сожалению, таких цен уже нет. Да, квартира на тот момент требовала ремонта, сейчас у нас все в процессе. Если хозяева разрешат, мы покажем уже одну комнату, да, которую уже своими руками уже отделали, сделали, да. Конечно, конечно, покажем. Вот остальное все в процессе, все естественно, как бы, через какое-то время, да, потихоньку все это у нас тоже отделается, строилось. Почему покупали двухкомнатную квартиру? У нас сын, у нас сын служит в армии, в армии служит два года, да? Да, у нас два года служит, да, уже полтора, полтора закончил, остались последние шесть месяцев. Летом ждем его к нам уже. То есть, он здесь еще ни разу и не был, и в Падони же вообще тоже ни разу не был? Нет, нет. Он и в России-то, мы приезжали в Москву только в 15-м году, в связи с столетием геноцида армян, он приезжал на выступление, он у меня поет, занимается академическим вокалом. На тот момент, да, и мы приехали буквально на выступление сюда, в Москву. Просто его заметили, попросили, чтобы мы переехали в Россию учиться, потому что все-таки здесь, здесь, как говорится, школа лучше. Честно должна признаться, что образование в России на более высоком уровне, чем у нас. Да, это так. И поэтому мы, в общем-то, это тоже было стимулом того, чтобы переехать сюда. Но когда-то во Вне Союза они ровно были. У нас еще... Ну, потому что... ...выше, да. А сейчас уже все менялось. И, естественно, думаем о детях, да, о будущем детей. Да. Все, в принципе, делается, наверное, да. И переезд больше, наверное, задумывался вот именно как раз-таки, да, больше, наверное, для сына, да, для его... Скорее всего, да. ...хорошего будущего. Да, да. Потому что хотелось, чтобы он получил действительно хорошую квалификацию. Образование как таковое, что было на уровне. Это очень важно. Образование, это очень важно для молодого человека, в конце концов. Образование, образование, еще раз. Кто, как не родители, да, помогает детям становиться на ноги? Ну, я надеюсь, да. Сначала мы им помогаем, потом старости. Правильно, правильно. Я думаю, так и должно быть, по сути, да. Да, да. Сначала мы их на ноги ставим. Самый дорогой капитал – это дети. Самый дорогой и самый надежный капитал – это дети. Все, больше этого ничего нет. Ну, это в Армении так считается. Не знаю, как в России, но в Армении в основном считается, что самый дорогой капитал – это действительно дети. Так, еще о плюсах. Еще какие плюсы? Вы для себя вот отметили за эти полгода пребывания в России, в Воронеже? Очень красивый город. Очень... Город красивый. Зеленый город. Зеленый, красивый. Например, в Армении столько зелени нет. Есть в районах, но в самом городе, в столице, столько зелени нет. Воздух хороший, дышится здесь очень легко. Мягко. Мягкий воздух такой, легко дышится. Плюс и того, что здесь каждый район с инфраструктурой очень хороший. Я вот так приблизительно по городу поездила, посмотрела. Буквально в любом районе очень много и супермаркетов, и магазинов разных, и торговых центров. В общем-то... То есть, на Ваш взгляд, можно рассматривать любой район для проживания? Да, любой район можно рассматривать для проживания, потому что он очень удобный. В том отношении, что везде есть торговые центры, везде есть транспортная развязка. Правда, не очень удобная. Но есть. Но есть. Все-таки есть. То есть, можно. Нормальный все-таки. В этом отношении любой район, он хорош в том плане, что есть и детские сады, и школы. Причем не одна, а несколько. Несколько? Да, а несколько. У нас, например, если я сравниваю с нашим городом, у нас в этом отношении сложнее. То есть, у нас, если здесь, предположим, вот в нашем маленьком вот этом вот райончике, очень много и больниц, и поликлиник, и детсадов, и школ, ну вот, казалось бы, рядом с созданием уже два детсада и две школы. Да, то у нас может, например, быть всего одна школа, один детский сад, а это уже создают свои неудобства. А тут все рядом, все рядом буквально. Хорошо, потом нравится, что здесь практически во дворах везде есть детские площадки. Практически. А. У нас этого тоже нет, например. Ну, вы же начинаете там делать. Многое создается, правильно, но вот меня что порадовало здесь, что здесь думают о детях, и, в общем-то, обустроены детские площадки. И потом вот новостройки тоже смотрела, и ваши репортажи смотрела, и сама вот интересно было смотрела. Очень хорошо делают, между прочим, в том отношении, что там продумывают все эти маленькие моменты. Школы, детсады, детские площадки, парковки. Вот это тоже очень. Здесь есть и парковок нет, но там в новостройках это удобно. Лишь бы они еще не отклонялись от этих проектов, что они продумывают, лишь бы они вот в процессе тогда, когда комплекс построился, там все и было. Там земля мало, в Ереване земля мало, для этого только строят, а остальные уже во время и идут. Вот в этом отношении плюсов много. Ну, давайте перейдем к минусам. Честно, положи руку на сердце. Минусы, ну, для нас могут быть минусы, честно говоря, это для нас только могут быть, потому что мы люди немножечко в возрасте. Конечно, мы говорим о вас, давай, конечно. Да, это мы люди немножко в возрасте, но с возрастом работу найти сложнее. Молодым легко, легко, честно, и даже переквалифицироваться легко. Если даже, предположим, специальность их в этот момент не востребована, то вполне можно пойти переквалифицироваться и где-то в другом месте работать. Было бы желание. Молодым легко. С возрастом сложнее. Особенно в нашем. Если бы мы были хотя бы на лет 10 моложе, возможно, и в этом возрасте было бы неплохо. Ну, считая, что мне 50, моему мужу 57, уже, естественно, как говорится, ближе к пенсионному возрасту, да, мы подходим. Естественно, работодатель не с такой охотой берет тебя на работу. Я думаю, в таком возрасте уже и местным, да, нашим коренным воронежцам, наверное, сложно найти работу. Может быть, это уже вам лучше знать, конечно же. Да, минус только в этом пока что. И плюс транспортная развязка мне, честно говоря, не очень нравится в Воронеже. Скажу почему. Потому что иной раз, вот казалось бы, чувствую, что я так немножечко познакомилась с городом, походила, конечно же, пешочком мы много ходили. И чувствуется, что можно, например, более короткий путь найти, а вот транспортной развязки в этом коротком пути нет. То есть вы объезжаете и довольно-таки долго добираетесь до какого-либо места, либо до работы. Вот казалось бы, к вам мы должны были приехать. Мы столкнулись с той сложностью, что мы не знаем откуда, куда и как. А потом, если что, у вас добраться еще легче, чем мы там. Да, намного короче можно добраться, а мы фактически крутились, как говорится, по всему городу. И еще один момент. Вот интересно, улица, вот казалось бы, Героев Сибиряков, где мы раньше проживали по найму. Оказывается, что через огромный промежуток там дальше, на той стороне, там где вот остановка, опять-таки улица Героев Сибиряков. Тут немножечко вот это вот, вот это тоже как-то сбивает с толку, да? Просто какая-то попутанная, попутанная такая. Да, с толку сбивает. В основном вот это вот, ну, есть хорошее приложение 2GIS, оно очень помогает. Да, когда я уже узнала, что есть это приложение и скачала для себя, уже проблем, конечно, не оказалось. Я сама все нахожу по приложению. И это второй вот минус. А в остальном, ну, немножечко еще люди. Почему? Потому что воронежцы не гостеприимный народ. Они даже сами признаются, что они злые. Вот интересно. Если спрашиваешь что-то у кого-то, и он тебе отвечает, оказывается, что он сам тоже не воронежец. Приезжий. Как интересно. Вот для меня это тоже оказалось открытием. И еще один момент я узнала, честно говоря, не знаю, правда или нет. Говорят, Воронеж раньше был колдовским городом. В каком плане? Ну, что вот в Новой Усмане, там и так далее, очень много вот ворожей жило. И этим занимались здесь. Вот я не дам, так как я сейчас работаю в центре, где очень много народу. Вот там есть люди, которые, видимо, подолгу уже здесь живут, и они это знают. То есть в какие-то стародавние времена? Да, 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 да. А у нас я слышала, что Воронеж это город студентов. Честно говоря, это тоже как-то подтолкнуло нас сюда приехать, потому что у нас он будущий студент. Воронеж на самом деле, да, он занимает второе место по числу студентов. Второе после Москвы. На самом деле так и есть. У меня хорошие институты есть, очень заведение, очень хорошее. Я так внимательно смотрю, так изучаю их, где, что, потом с чем придет, его надо еще направлять. Это так, это туда, это сюда. А еще так, подробно я смотрю, где, что, когда. Так, и такой, наверное, заключительный вопрос. Все, что все-таки пожелаете, да, тем людям, кто сейчас стоит вот на распуте, ехать, не ехать, либо он выбирает город, куда конкретно ехать, да, по программе переселения по той же, да. То есть из другой страны, рассматривать ли им Воронеж, да, вот как можно? Думаю, да. Да, я тоже думаю, да. Я думаю, да, потому что возможности есть. Особенно для молодых есть. Я думаю, что бояться ничего не надо. Кто боится, тот, говорится, ничего и не добивается. Есть же в народе такое, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Так что бояться не надо. Если решили, если действительно вам это нужно, то я думаю, что нужно попробовать. Во всяком случае, ты ничего не теряешь. Если ты не приобретаешь опыта, я думаю, скорее опыт приобретаешь, то ты ничего не теряешь. То есть вы не разочаровались, что выбрали в своем время именно Воронеж? Нет, нет. Вот мы не разочаровались. Что не поехали в какой-то другой город? Нет, нет, нет. Здесь хорошо. Нет, нет, мы не разочаровались. Пока что нам все нравится. пока что нормально на работе меня уважают на работе мне и честно уважают меня я с ним дружусь как нормально в отношении хороший коллектив да очень хороший коллектив хорошо приняли обучают русскому языку поправлять 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 все пойти висеть по мне и не будешь обижать нет наоборот я рад знаете если переезжать куда-либо то нужно вначале мне кажется немножечко вот как я ознакомиться с городом в интернете да а потом уже что-то для себя решить все для них важно да мы как раз ознакомились с вашим городом по вашим видео я вас уже нашла туда и связалась оттуда когда я уже поняла что да это меня устраивает я решила связаться с вами я очень четко помню как вы пришли к нам в офис баул да да вот так вот на 1 это помните горы которые мы вам отправили не могли никак связаться ну никак не получается все номер телефона есть вроде должны но не получается и все потом решилась нашего городского все-таки как-то связаться с этим номером узнала у наших там а то есть есть у них у всех отправочные узнала как это сделать по какому коду и в общем-то с городского телефона с вами связалась нет я довольно честно говоря во первых вы нам очень помогли вы нам очень очень помогли мы так довольны что именно нашли вас на обратились к вам потому что действительно без вас было бы намного сложнее но я это правда спасибо большое за деньги не рекламу меня мнение не 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 вопрос не об этом но если это правда это чисто правда потом надежда только на на вас пришли чужой город тут никого не знаем да в телефон только с вами связались только в ваш голос в общем я и я туда пошел все так что если кто желает переезжать с вашей помощью я считаю что самое милое дело это плюс да это действительно так мы довольны во всяком случае спасибо вам большое спасибо спасибо огромное и вам спасибо что мы вам поможли эту квартиру купить и все все сначала до конца подписывайтесь на наш канал кто еще не подписан спасибо вам еще раз огромное мы вас благодарим для нас большая честь иметь друзей как вы спасибо с наступившим новым годом вас с рождеством со старым новым годом сегодня у нас старый новый год да и вас также поздравляем и желаем продвижения вашему каналу и я очень рада вас ваш весь коллектив буквально прекрасный не мы очень довольны когда мы до сих пор их помним и очень ценим прекрасные люди все спасибо большое ты передам все поздравления передам спасибо спасибо до свидания до свидания друзья